Продолжение следует... Продолжение следует... Как показали праздничные дни, только неработающие магазины сэкономили для энергосистемы полуострова 57 мегаватт мощности. По мнению членов штаба, такая экономия может стать постоянной, если торговля перейдет на собственные источники электроэнергии. То же касается и промышленных предприятий Крыма. Расчет показал, что стоимость киловатт-часа, производимого дизель-генератором, в среднем, у нас разбивка есть по мощностям, в среднем составляет свыше 13 рублей за киловатт-час. Вот это есть та цифра, на которую необходимо ориентироваться, чтобы понять разницу и размер компенсации для тех, кто примет решение работать на генераторе. Для тех, кто перейдет на собственные источники энергоснабжения, предусмотрена компенсация разницы в тарифах. Разработать форму и ее утвердить, по которой с 8 до 12 использовался генератор, подпись МЧС, глава администрации, начальник РЭС. И этот документ идет на компенсацию затрат уже по итогам месячного, допустим, раз в месяц будем компенсировать. С 8 января заметно упрощена отчетность муниципальных образований перед региональным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в республике. Штабом перерассмотрен формат отчетности, я повторяюсь еще раз, и разработана единая форма для нанесения муниципальных образований. Протокол, протокол, вот он, приложение к протоколу 50-му, номер 2 протокол, согласованный с Сергеем Валерьевичем, с Ларисой Николаевной и со штабом. Вот он, два листа, все, больше вам не надо ничего писать. А вот содержание этого протокола будет подвергаться тщательной проверке. Предыдущий отчет, по которому жалобы и обращения граждан отработаны на 99,8%, Сергей Аксенов прокомментировал по Станиславскому. Не верю. Предлагаю всех, кто наврал, сфальсифицировал отчеты в случае выяснений, прямо публично будем обозначать, там, вот такие-то мошенники, которые рассказывают сказки и пишут вот такие-то ситуации. Ну, по-другому, потому что не будет. Наших некоторых коллег их ничем не проймешь. Им там хоть кол на голове и шее, это без разницы. Ни стыда, ни совести у некоторых нет, к сожалению. А тех, кто не поймет, мы будем не то, что наказывать, а увольнять, добавил глава республики. Алексей Щербак, Алексей Романов, Время новостей. Тем временем Крымэнерго обновила графики верных отключений. С ними можно ознакомиться на сайте предприятия. Руководцы добавили, что расписание может корректироваться при необходимости. Есть новости для жителей Севастополя. Там стандартный график составит 3 через 3 часа. Однако, в связи с тем, что оперативный лимит потребления изменяется, в графике также возможны изменения. Проинформирован, значит вооружен. Крымчан продолжают знакомить с графиком отключений при помощи полиграфии. Для этого были выпущены специальные информационные брошюры. Они содержат в себе подробный график временного ограничения электроэнергии по конкретным районам, улицам и домам. К примеру, в Киевском районе Симферополя ежедневно арестовки распространяют коммунальщики, общественники и депутаты. Сегодня руководством республики, руководством города поставлена задача информировать население. С теми временными неудобствами, которыми столкнулись по ограничению подачи электроэнергии. Люди понимают те трудности, которые сегодня сложились. Нормально их переносят. Большой плюс, когда есть возможность дать немножко больше электроэнергии, они немножко больше получают. И действительно подтверждают, что те графики, с которыми мы их ознакомлюем, значит действительно они соблюдаются. Брошюры размещаются в общественных местах, на информационных досках. Брасываются в почтовые ящики жильцам и лично передаются в руки горожанам. Кроме того, с ними проводят разъяснительные беседы. Выясняют, нет ли претензий по соблюдению графиков отключений. Графики соблюдаются. Получается по четным и по нечетным дням. Два часа. Потом через некоторое время еще раз два часа. Общались с людьми. Люди говорят большое спасибо, потому что это очень важный документ. Потому что люди планируют свой, скажем так, образ жизни. Как, что и почему в таком плане. Новогодние каникулы заканчиваются. 539 крымских школ и 468 детсадов с понедельника и 11 января приступают к учебному процессу. Системы отопления и энергоснабжения находятся в полной готовности. Что касается школ. Мы работаем в штатном режиме. Начало работы согласно режиму работы школы. Где-то это 8, где-то 8.30. Полностью будет организован подвоз детей в тех районах, где такой подвоз должен быть. И работа школ не в сокращенном режиме, а в полном рабочем дне. Что касается дошкольных учебных заведений. Здесь решение принимает муниципальное образование. И поэтому может в некоторых детских садах сократиться сокращенный режим работы. Отдельных детских садов. Еще раз повторяю, это решение муниципальных образований. Ушла из жизни Диана Дмитриевна Стороженко в девичестве Вострецова. Ей было 78 лет. Почти 35 из них она посвятила работе на крымском телевидении. С 1966 года на крымской студии телевидения начала работать помощником режиссера. За творческие успехи и добросовестные отношения к труду неоднократно была отмечена благодарностями. Получила почетное звание ветеран труда. Гражданская панихида состоится 9 января в 11.00 в Симферополе на улице Речная 8. Наш телеканал выражает соболезнования родным и близким. Другим новостям. Крымчан просят воздержаться от поездок на материковую Россию в связи с ухудшением погодных условий в Керченском проливе. Переправа может работать с задержками. Морской дирекции сообщают, что сейчас на линии работают четыре парома. Они выходят по фактической погоде. А в Севастополе приостановлено движение паромов и катеров. Причина – сильный ветер. В нем он достигал 21 метра в секунду. К полуночи, по прогнозам синоптиков, усилился до 24. Температура воздуха понизится до 2 выше нуля. Вместо катеров севастопольцы могут пользоваться автобусами. Стоимость проезда в них отмечу 50 рублей. Пешеход стань заметным на дороге. Под таким условным названием госавтоинспекция Симферополя провела очередную акцию. Ее главная цель – предупредить людей, пересекающих проезжую часть. О возможной опасности не выявить водителей-нарушителей, которые не пропускают пешеходов. Дорога возле центрального рынка крымской столицы уже не первый год потенциально опасна. И основная причина – это даже неоживленное движение с огромным количеством автомобилей. А именно пешеходы. Они игнорируют подземный переход и, пытаясь сэкономить пару минут, перебегают в проезжую часть. Машина здесь стоит. Машина здесь стоит. Здесь и машина тоже. Вы знаете, что снизу есть подземный пешеходный переход. Почему нарушаете? Но не всегда в создании аварийной ситуации виноваты пешеходы. Нередки случаи, когда сами водители просто не пропускают людей и не притормаживают на пешеходных переходах. Сейчас ситуация немного изменилась. Водители стали более лояльны. Об этом говорят сами симферопольцы. Но все равно по привычке горожане переходят дорогу с опаской. В основном, конечно, пропускают. И даже когда, допустим, замешкиваешься, они показывают рукой, что проходите. То есть, как бы я боюсь идти, они пропускают. Ну, то есть, опасения у вас все еще остаются? Ну, да, да, немножко есть. Чтобы пешеходы чувствовали себя увереннее и еще раз вспомнили о корректном поведении на дороге, сотрудники ГИБДД раздавали листовки с правилами дорожного движения, а вместе с ними специальные наклейки, которые необходимо было прикрепить на одежду. Эта небольшая наклейка может в дальнейшем спасти человеческую жизнь. Днем она практически незаметна, а вот ночью при свете фар работает как светоотражающий элемент. Более того, по закону, светоотражающие элементы обязательны в темное время суток для людей, переходящих дорогу за чертой населенных пунктов. Такие пешеходы обязаны в одежде применять светоотражающие элементы. Если данное нарушение будет зафиксировано инспектором ГИБДД, то для пешехода предусмотрена ответственность административная в виде штрафа 500 рублей. Также по улицам Симферополя уже не одну неделю курсирует специальная машина. Из нее по громкоговорителю рассказывают об основных правилах поведения на дорогах. Екатерина Наумова, Денис Тищенко, Время новостей. Не экономишь электричество – получишь штраф. В связи с тем, что на полуострове по-прежнему действует режим ЧАЭС, крымчан просят быть менее расточительными и бережно относиться к электроэнергии. А владельцам магазинов, ресторанов и прочих заведений было рекомендовано и вовсе отключить наружную световую рекламу – вывески, витрины и конструкции. Однако к этому прислушались далеко не все. Таких находят и наказывают. В ходе специального рейда только по улице Пушкина в Симферополе было выявлено несколько десятков нарушителей. К ним были применены административные меры, а все световые конструкции отключены. Задача, которую мы отрабатываем на сегодня – это отключение наружной рекламы. И также мы обращаемся к предприятиям, которые работают в вечернее и ночное время, снизить энергопотребление. Джазовые концерты, театральные представления, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и маскарад. В Ялте продолжаются четырехдневные рождественские гуляния на набережной. Несмотря на непогоду и отключение электроэнергии, организаторам удалось подготовить для горожан яркий и колоритный праздник. И уровень рождественских гуляний, и уровень работы всех заведений, которые здесь расположены, и уровень работы, там, скажем, центрального шатра, да, и мастер-класс, и вообще оформление праздничное, и сувенирный, скажем, сувенирного ряда, он повышается. И меня это искренне радует, потому что вот эти рождественские гуляния, которые будут происходить на протяжении нескольких дней, от сегодняшнего дня до десятого включительно, должны, в общем-то, как-то всех и жителей города Ялты, и жителей Крыма отвлечь от тех вот насущных бытовых проблем, которые мы сейчас испытываем. Стоит отметить, что каждый день посвящен определенной тематике. Первый прошел в славянских традициях празднования Рождества. Второй объявлен днем джаза. Третий днем театра и маскарады, а четвертый посвящен современной музыке. Гуляния продлятся до 10 января включительно. Мастера из всего Крыма к нам приезжают, придумывают какие-то интересные техники, интересные идеи, чтобы деткам было интересно. И в течение всего дня проводят мастер-классы. Здесь делают карамель своими руками, здесь валяют из шерсти, делают рождественские вертепы, коллажи, делают декупаж на свечах. Поздравления в эти рождественские дни принимают все. И, конечно же, не остался без внимания крымский правящий архиерий. К митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю с поздравлениями пришли духовенство и маленькие воспитанники воскресной школы «Солнышко». Величественный собор, белоснежные ризы священников, блистающие архиерийские одежды, крымское духовенство в полном составе во главе с митрополитом Симферопольским и крымским Лазарем славят богомладенца. «Совершилось великое благочестие тайное. Бог явился во плоти. Ликуют ангелы, вся на небесе и радуется человек и днесь. Играет вся тварь рожьегося ради выплееми, спаса Господа, потому что всякая лесть идольская прекратилась и царствует Христос вовеки». Крымские пастыри благодарят владыку за многолетние неустанные труды на Неве Божьей, заботу о вере на ему пасты, созидании храмов и обители и воспитании будущих духовных наставников. «Ибо весь Крым, да и не только Крым, а и за пределами этого дивного края колыбели православия Святой Руси видны те великие труды, которые со смирением, а самое главное, с любовью к Богу в своем сердце возлагаете вы, если вам родчивося Богомладенцем». Это пальмовое дерево, которое как бы напоминает нам о местах Палестины древней, где явился мир Господь наш. Пусть оно согревает ваш взор. И самое главное, многое и благая лето. И сквала Этидес. «Я желаю вам, дорогой владыка, чтобы ваши воспитанники, ваши студенты всегда вас радовали, никогда не огорчали и принесли, как Богомладенцу волхвы, свои дары своему архипасторю. Это всегда послушание к своему архипасторю, это всегда смирение перед правящим архиереем и не жалея своих трудов и сил, трудиться на возрождение и благоматери церкви». Самое трогательное поздравление, конечно же, от детей. Стихи, рождественские песенки и любимые архипасторем Калятки. Владыка с удовольствием подпевал юным прихожанам, ведь он отлично знает все эти слова. Хорошо, когда дети растут в православных семьях и достойно вместе с родителями встречают праздник Рождества Христова и проводят святошные дни. «Православный человек должен проводить либо дома с семьей, веселясь, лаская своих детей, улыбаясь, даря добро и тепло, либо собираясь веселыми компаниями, разучивая святошные песни и путешествуя из квартиры в квартиру, из дома в дом, даря вот эту святую, светлую весть о Рождестве Христовом». Владыка был искренне тронут вниманием своей паствой, но и, конечно же, самых маленьких не оставил без рождественских сладких подарков. Юлия Орлова, Андрей Псом, Андрей Лебедев, Катерина Пескунова. Время новостей. И на этой светлой ноте я пока прощаюсь с вами, однако наши корреспонденты продолжают следить за событиями. В студии для вас работал Игорь Полонский. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова